Ребята, всем привет! Сегодня мы решаем геометрию, геометрию 8 класса. Интересная задача, которая мне подвернулась. Давайте посмотрим. У нас дан треугольник ABC, какой-то произвольный. У нас на сторонах отмечена точка M и K, таким образом, что AM к MB это 2 к 3. Я уже перенесла эту информацию как 2х и 3х. И точка K таким образом, что BK к KC это 4 к 5. Опять же, мы перенесли это как 4Y и 5Y. Потом на отрезке M, K надо поставить точку O середину. Серединка, да, вот так, середина. И провести BO, который будет пересекать отрезок AC в какой-то точке T. То есть мы понимаем, что точка T это какая-то неопознанная точка. У нас это не медиана, не высота, не бисектриса. Если говорить про медиану, то это только для треугольника MBK. И что надо найти? Отношение AT к TC. Вот такая задачка. Конечно, вы можете поставить сейчас на паузу, подумать, порассуждать. И потом вернуться к нашему видео, проверить, так ли у вас получилось. Я предлагаю следующий метод решения. Я проведу AO, соединю и OC. Дело в том, что нам при решении этой задачи понадобится одно интересное свойство, которое проходит в восьмом классе. Знаете, какое? Валерий Яковлевич, помогите нам. Я верю, только дельтаплан поможет мне, поможет мне. Да-да, это свойство дельтаплана. Может быть, вы его не видели, не слышали, но я вам быстренько про него расскажу. Значит, если я хочу найти отношение AT к TC, то я могу найти отношение площадей ABO и BOC. И вот как относятся эти площади, так и будут относиться мои отрезки. То есть я сведу задачу к тому, что я буду искать площади. Но мне же не обязательно искать их в явном виде, то есть не обязательно их высчитывать. Я могу просто через какую-то букву их выразить и потом найти отношение. Итак, как мы с вами заметили, в треугольнике MBK BO является медианой. А значит, медиана делит наш треугольник на два равновеликих. То есть я понимаю, что площади этих треугольников будут равны. Я, конечно, могу их взять за S, S и S условно, да, это площади. Но я же хозяин этой задачи. И я хочу такое S выбрать, чтобы мне было удобно потом его делить на, тут же видите у меня, 2 к 3. Значит, мне будет удобно, если я эту не просто S возьму, а, например, 12 S. Сейчас поймете, как это будет работать. Значит, 12 S и 12 S. С таким же успехом я могла и просто S взять, но 12 мне больше подходит, потому что я сейчас знаю еще одно наше правило, что если в треугольнике, треугольник ABO провести ЧВА, ну вот у меня OM, то площади треугольников будут относиться так же, как относятся отрезки, на которые ЧВА разбила сторону. То есть у меня 2 к 3, значит и площади должны относиться 2 к 3. Если я эту площадь взяла за 12, то я 12 делю на 3, получаю 4 и умножаю на 2, значит здесь у меня 8 S. Вот видите, как хорошо, что я 12 выбрала, оно легко делится на 3. То есть у меня кусочек 8 S, а тут 12 S. Отношение как раз 2 к 3, и площадь всего треугольника ABO это 20 S. А теперь по аналогии буду заниматься треугольником BOC. Вот у меня BOC, площадь 12 S, здесь отношение 4 к 5, значит я 12 делю на 4, получаю 3, и 3 умножаю на 5, будет 15 S. То есть получается 12 к 15, 12 S к 15 S, так же как 4 к 5. И тогда вся площадь BOC это получается 27 S. Ну супер, теперь можно S сократить, и мои площади относятся как 20 к 27, значит и отрезки AT и TC относятся как 20 к 27. Это наш ответ задачи. Вот такая классная задачка у нас получилась. Вам понравилось? Надеюсь, что у вас получилось решить самостоятельно. Ну ребята, а если вам нужна помощь в решении задач, вы можете смело обращаться к репетиторам нашего сайта Tutor Online. Заходите на сайт, выбирайте репетитора, который вам понравился, и занимайтесь. А по моему личному промокоду INTEGRAL вы можете получить скидку на занятия. Занимайтесь с удовольствием. Ребята, мы увидимся на следующем уроке. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok